Скажи, вот я такой особенный, поэтому попал на ТВ. Его привезли из Таркасале. Назвали котельной. В честь места, где раньше обитал. На первый взгляд и не скажешь, что кот инвалид. Организовали ему осмотр. Выяснилось, что у него перелом позвоночника был. Но он не повлиял на движение, а повлиял на проблемы с тем, когда он ходит в туалет. То есть он не чувствует. Таким животным нужен особый уход. Лоток здесь мало помогает. Но волонтеры верят, что когда-то котельный станет домашним питомцем. Тем более, что старый приют сейчас расселяют. И кот здесь остался один. Мы вообще надеемся, что каким-то чудом может быть найдется человек, который захочет за ним ухаживать. Будем бороться за последнего, за его жизнь. А там, как Бог удастся. А дома Елену ждет еще одна кошка-инвалид. Ее нашли в подъезде. За необычную походку назвали Барби. За романтичным именем кроется боль и страдания. Барби сменила уже несколько квартир и семей. Здесь она тоже на передержке. Водичку пей. Понятно, все с тобой. Ветеринары сказали, что, скорее всего, сводили заводчики двух веслоухих кошек с такими ушками. А этого делать нельзя, потому что рождаются мутации или как это правильно называть. Ветеринары говорят, такие случаи не редкость. Ради наживы заводчики нарушают правила случки породистых животных. Однажды в клинику приносили даже веслоухого сфинкса. Внешние дефекты – это лишь видимая часть проблемы. Когда скрещиваются два фолда веслоухих, то явно дефект костей наблюдается. Короткие лапы, неподвижный позвоночник. Животное страдает, но явно ему больно. Животное не жизнеспособно. Обычно прокованных животных усыпляют. Но Елена надеется, что для ее особенной подопечной найдется любящее сердце. Вот она какая красавица. Анна Мирженченко, Тимур Абдрашитов, Реме Ямала, Новый Уренгой. Вот, вот, вот.